Здравствуйте! В эфире программа Sport Life. Программа о здоровом образе жизни, программа о спорте. В студии Art Cafe 4-я власть Дмитрий Круковец. И Дмитрий Подлесной. Самые актуальные спортивные события. Мене экспертов и атлетов области спорта смотрите в сегодняшнем выпуске. В воскресенье сургутяне пробежали более 5000 километров. В городе прошла Лыжня России 2012. Репортаж с места событий. Триумфальное возвращение в спорт мы обсудим в студии с чемпионкой мира 2011 года Ириной Мазуренко. Базовые элементы каратэ покажет мастер спорта международного класса Александр Алиев. Начнем с самого главного. Лыжня России 2012 в этом году прошла на новой трассе. Относительно холодная погода не помешала ярым поклонникам лыжного спорта и здорового образа жизни. На дистанцию вышли более 2500 сургутян. Кстати, эксперты-лыжники заметили, что новая трасса сложнее, круче склоны и подъемы. Но от этого было интереснее следить за ходом всех без исключения гонок. И пока одни отдавали все силы в погоне за кубком, другие просто вышли с пользой для здоровья провести воскресный день. Лыжня России собрала участников всех возрастов. Как говорится, на лыжи встали все, от мала до велика. Самому юному спортсмену всего 4 года. Самому опытному 79 лет. Порадовал так называемый вип-заперк. Все-таки приятно наблюдать, как чиновники всех рангов встают на лыжи вместе с горожанами, бок о бок бегут к финишу. Сургутскую феерию хорошо описал Валерий Леонтьев в своей старой песне про светофор. А все бегут, бегут, бегут. А вот куда бегут и главное с каким настроением смотрите в нашем репортаже. Покататься и прозвать приз. Первое или второе, третье место. Это уже третий раз, третий год. Я со своими детьми. Укрепляю здоровье и многое другое. Лыжами занимаюсь с детства. Последние 5 лет стараюсь принимать участие в данном мероприятии. Потому что считаю, что это сплачивает, сближает. Спорт – это движение, движение – это жизнь. Трасса супер, погода отличная. Трасса ровная. Здорово. Такие праздники нужны обязательно. Все примерно одинаково были настроены на победу. Бились до конца. Вот я не знаю, кто первым пришел. Но конкуренция была серьезная. Но радостно. Я думаю, что следующая лыжня будет на вновь созданной трассе. Вот такой вот. Всем заниматься спортом. Ну вот столько людей собрать, больше ни один праздник не удается. Просто в такой вот морозный воздух выйти, подышать в лесу – уже плюс большой людям. Там трасса хорошая, погода прекрасная, бежится легко. Хотя мне 60 лет. Просто не для себя. Ну, девчонок там обогнал, а мальчишек уже не угнаться за молодежью. Просто по прямой, ни горок, ни чего. Просто так прогуляться хорошо. Для себя, для здоровья. Как бы здорово. Мы всем видом спорта занимаемся. Зима, лыжи, коньки, летом там. Другие виды спорта. Юосипед, ролики. А мы с малолетства сразу становимся на лыжи по мере подрастания. Я бежал в спортивной группе, а члены семьи бежали в массовые гонки. Потом и я присоединился к ним. Просто как манна небесная и сколько там, 15 градусов, наверное, сейчас на улице, солнце светит. Сегодня настоящая лыжная погода для настоящего лыжного праздника. Я надеюсь, что из участников сегодняшних соревнований, которых действительно более 2000, появятся новые чемпионы округа и новые чемпионы России, а может быть даже и мира. Радует, что все чаще и чаще на лыжню приходят семьями. Это значит, что спорт становится традицией. Дим, мне кажется, сургуту просто необходим летний аналог лыжни России. Абсолютно с тобой согласен. Но а что об этом думают спортсмены-профессионалы? Об этом мы спросим нашу гостью. Заслуженный мастер спорта России, чемпионка мира по армспорту. Мы просто красивая девушка. У нас в студии Ирина Мазуренко, больше известная под фамилией Карцева. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. Ну, Ирина, вы были на лыжне России? Ну, я присутствовала там, но сама, правда, на лыжи я не вставала. Я не очень с ними дружу, но на это большое мероприятие мы с семьей ходили посмотреть. Понравилось? Да, конечно, мне очень понравилось. Всегда приятно посмотреть, когда люди приходят, занимаются каким-то видом спорта. Тем более, когда это все так организовано и проходит на свежем воздухе. Ну, вот летний аналог питал лыжи России, может, на лыжи роллеров покататься. Или всем бегать, или всем плавать. Да нет, почему? Если людям нравится, пусть собираются и на лыжи роллеры катаются. Ирина, прошедший сезон для вас стал более чем успешным. Это несмотря на то, что целый год вы пропускали зарождение ребенка. Давайте посмотрим сюжет о вашем триумфальном возвращении в большой спорт. В декабре сургутская сборная Пармспорту вернулась с триумфом с чемпионата мира. В Казахстане наши земляки завоевали шесть медалей. Одну золотую, две серебряные и три бронзовые. Значительный вклад в успех сургутской делегации внесла Ирина Мазуренко, больше известная под фамилией Карцева. Золотом и серебром сургутянка отметила свое возвращение в большой спорт. Напомню, спортсменка пропустила прошлый год. У нее родился сын. Кто-то сверху посмотрел на меня и решил дать мне вознаграждение за все мои предыдущие годы тренировок, потому что это один из лучших моих сезонов. Конечно, на России я стала третья, проиграла я с сильным девочком, но потому что на России я поехала после двух месяцев тренировок. То есть я моему малышу была всего восемь месяцев. Ну понятно, что я как бы тяжело получалась. Больше остальных за Ирину на мировом форуме болел ее муж Владимир Мазуренко, к слову, старший тренер сборной Югры. Результатом своей жены, да и сургутян в целом, Владимир Витальевич более чем доволен. Это огромный успех. Эти соревнования поставили, как говорится, жирную точку в этом сезоне. Ну, столько медалей у нас давно не было. Хотелось бы, наверное, поставить им твердую пятерку. Скоро начало нового сезона. Первый крупный турнир чемпионат Уральского и Федерального округа, на котором сургутяне поборются за путевки на очередной чемпионат России. Ирина, ну тяжело было вернуться в спорт? Ну, нормально. Если я скажу, что легко, то я слукавлю. Конечно, когда у тебя появляется семья, и тем более маленький ребенок, на тебя больше ответственности, чем когда ты одна. Если бы вообще ни мои родители, ни моя семья, я думаю, этого возвращения бы просто не произошло. Мне очень-очень помогала моя семья. И даже мои младшие сестренки, вот они, в принципе, работают. Но когда у них выпадало такое время, что они после работы приезжали и сидели с моим сыном, или чтобы у меня была возможность подготовиться к соревнованиям. В принципе, вернуться можно, если очень хочешь. Ну, тренироваться больше надо было, наверное, да? Тренировались-то как? Ну, как бы, нет, в принципе, я тренировалась намного меньше, чем до появления сынули. Потому что надо было все равно бежать его кормить, гулять с ним. Эти заботы-то все равно были, наверное, мнения. Я не могу заставить свою семью полностью с ним сидеть. У них также своя личная жизнь какая-то. У меня получалось намного меньше тренировок. Но просто я приходила, и каждую тренировку вот от начала до конца, как в последний раз. И это дало результаты. Хотя, конечно, я, может быть, даже не ожидала такого результата сама. Ну, вот говоря о результате на чемпионат мира, когда вы поехали, как соперницы встретили вас? Вообще узнали? Все-таки по другой фамилии выступали? Ну, даже такая была ситуация. Девочка, она в свое время выигрывала меня. Она в 2005-м стала чемпионкой мира. А я тогда заняла только четвертое место на левую руку. И встречаемся вот уже в день борьбы. Она говорит, я, говорит, смотрю протоколы. Какая-то Мазуренко, значит, с Россией, говорит, обрадовалась. Кто-то хоть приехал не такой сильно. Потому что обычная Россия приезжает, всегда очень сильная девочка. Она надо мной, говорит, все посмеялись и разошлись. А потом, говорит, уже только я сегодня узнала, что это оказывается Карцева, а не Мазуренко. Вот такая была история. Ну, хотя большинство уже все знали, там, когда у нас с Володей была свадьба, на сайте вывесили поздравление, что наконец-то оно это свершилось. Ирина Карцева и Володя Мазуренко портнились. Естественно, я не могла не взять фамилию мужа. Ну, вы с мужем армрестеры. Вот ваш ребенок пойдет по стопам родителей или вы другое хобби? Ну, я думаю, что он обязательно будет заниматься спортом, а чем он решится сам. Да вы бы каким хотели, чтобы он спортом занимался? Я бы хотела, чтобы он хорошо плавал. То есть, вот вы считаете то, что изначально ребенка нужно необходимо именно в плавание отдавать? А сами так же начинали? Нет. Я как-то сразу пришла в арспорт и вот там и осталась. Не знаю. А что вам помогает расслабиться после тренировок, после тяжелых турниров? Чем занимаетесь, чем как расслаблять? Ну, в кино ходите, там, в тот же бассейн. Ну, вот я как-то больше люблю дом, уют, семью. Ну, я, в принципе, вот люблю читать, люблю готовить. Сейчас у меня меньше времени получается на чтение, больше готовки. Мужа покорми, сынули покорми, еще и кот там бегает, где-то кушать просит. Ну, я читала на соревнованиях, вот ездим, когда я в Казахстан чемпионат мира, легкую книжку, потому что перед соревнованиями не стоит забивать себя лишней информацией. Александру Маринину читала. А вообще, мой самый любимый писатель – это Артур Конан Дойл и его несравненный Шерлок Холмс. В модном заведении особая атмосфера для проведения самых различных мероприятий. Стильные декорации, эстетика, музыкальное оформление, отменное фирменное меню. Студия «Четвертая власть», улица 30 Гет Победы, 27-2, телефон 72-888-3. Всегда свежие новости, актуальные вопросы, интервью с интересными людьми, невероятные расследования, специальные репортажи. В центре событий «Умная газета» для умных людей. Хотим узнать ваше экспертное мнение. В Сургуте очень много прославленных армрестлеров. Наши ребята всегда возвращаются с медалями с любых соревнований из России, из чемпионатов мира, первен, с турниров крупных. Можно сказать, что Сургутская школа армрестлинга ведущая в России? Нет, конечно. У нас несравненно хорошая школа, но не ведущая. Очень много сильных спортсменов из Москвы, из Северной Осетии, Дагестана. Кавказ вообще во всех видах спорта, тем более, где борьба, силы связаны очень хорошо. И наш спорт не исключение. Основная масса сборной России – это выходцы Кавказа. Вот чего не хватает, чтобы поставить, так сказать, развитие армспорта на широкую ногу? Людям из детей надо наличать. Да, детей приходит много. Но чтобы, например, к концу пришло 10 человек в начале года. Но если один останется в конце года, который увлечется, это, конечно, очень замечательно. Это уже какое-то есть достижение. Юниоров много. У нас вот сейчас в четверг выезжает много нас в первенство России. У нас едет команда, в принципе, ну, как бы 10 человек. Но это из 10 человек, ну, 2 человека, мы надеемся, что попадут в призы. То есть, ну, как бы, да, мало. Ну, пока только так. Ирина, вот вы, ну, во-первых, когда вы планируете или не планируете, вы планируете, ну, в мыслях, мы, наверное, задумывались о том, что вот закончите вы карьеру спортивную и что будет дальше? Ну, конечно, думаю. Но я в итоге все равно склоняюсь к тому, что вся моя жизнь будет связана со спортом. Возможно, это будет тренерская, возможно, какая-то документация. Я думаю, что я не останусь без работы в этом виде, ну, в спорте вообще. Не факт, что это будет связано именно с армрестингом. Ну, все-таки у вас получается такой некий семейный подряд. То есть, вы можете на себя возложить такой тяжелый нож и, наверное, именно о развитии армспорта в городе Сургуте в частности и, наверное, в Ханты-Мансийском автономном округе в целом, да? Ну, возможно. Если со временем я не захочу заниматься чем-то другим, то, может быть, так все и будет. Ирина, ну, на прощание такая небольшая просьба. Можете продемонстрировать тот весь арсенал, в котором вы выигрываете золотые награды мировых первенств? Вот, отдаю вам своего коллегу. Я буду тренажером, так сказать. Давайте попробуем. Попробую. Чудо не обещаю. Давайте. Так, на правых руках сегодня. На счет три. Раз, два, три. И не выдержал Дмитрий под лесной напорой Ирины Мазуренко, чемпионка мира по армспорту. Была она сегодня в гостях. Ирина, спасибо вам большое за то, что нашли время. Приходите к нам еще. Новых побед вам. Спасибо большое. В Сургуте развивается несколько десятков видов спорта. Но вопрос, какую секцию отдать своего ребенка, для большинства родителей остается открытым. Вариантов много. Плавание, легкая атлетика, гимнастика, игровые виды спорта. В раннем возрасте в ребенке необходимо развивать силу и выносливость. Вот такое описание вполне подходит единоборство. Абсолютно с тобой согласен на пример кикбоксинг. К тому же у сургутской школы большие традиции. Да, сургутские кикбоксеры, они постоянные участники как городской, так и окружной спортивной элиты. И чемпионов наших очень много. А о том, кто и где растит этих самых чемпионов, расскажет наш корреспондент Екатерина Любешева. Джебы, лоу-кики, хуки – набор настоящего бойца. Всему этому можно научиться в секции кикбоксинга. Отмечу, этот вид спорта очень демократичен. Научиться технике единоборства может даже хрупкая девушка. Кикбоксингом в Сургуте занимаются более 500 ребят. Удивительно, но большинство из них – представительницы прекрасного пола. Считается, что оптимальный возраст для такой секции – 10 лет. Большого наплыва желающих водить совсем уж маленьких детей на занятия нет. Тренеры связывают это со сложившимся стереотипом у родителей, что кикбоксинг – исключительно травмоопасный вид спорта. Ну, видите, кикбоксинг у всех ассоциируется с каким-то мордобоем. И родители не хотят приводить, и думают, что здесь просто ринговые дисциплины. А кикбоксинг делится на многое. На 7 разделов, так называемых, где от самого фулового, можно сказать, контакта полного с нокаутами, с нокдаунами, до сольных композиций, где просто под музыку, как в художественной гимнастике, идет показ техники. А прыжки метра на три, кувырки, там очень интересно. В Сургуте пользуются популярностью такой раздел кикбоксинга, как семиконтакт или ограниченный контакт. Это техника одного удара с остановками после каждого точного попадания. Соперники стараются переиграть друг друга за счет превосходства в скорости, технике и тактике. Я в первую очередь попросил у мамы, чтобы записали на бокс, и меня записали. Сначала меня записали на футбол, потом записали на мотокросс. Потом я не захотел ходить на мотокросс, и меня записали на бокс. Но сначала я думал, что страшно будет, а потом уже не страшно стало. За годы работы спортшкола «Виктория» воспитала более десятка спортсменов международного уровня, победителей и призеров чемпионатов мира, Европы, России. Если и ваш ребенок хочет добиться подобных высот, стать сильным духом и телом, возможно, именно кикбоксинг поможет в достижении этих целей. Да, кикбоксинг позволяет себя и в форме держать, и в случае чего отпор злоумышленникам дать. К тому же их дисципли не приучает. Не соглашусь с тобой, если говорить о дисциплине, то здесь кикбоксингом может посоревноваться целый ряд единоборств, таких как дзюдо, самбо, ну или карате. Традиции последнего уходят корнями в первую половину 19 века. Путь пустой руки – именно так переводится название этого стиля. Ну а какой путь пустой руки эффективнее, в нашей постоянной рубрике «Совет мастера» расскажет, а главное покажет Александр Алиев. Здравствуйте, я Александр Алиев. Сегодня я вам покажу основные технические действия в карате. Первый элемент под названием гиакуцки – это на простом языке удар в голову или в корпус задней рукой. Основная стойка камай. Удар гиакуцки выполняется или с подшагом к сопернику, или на месте. Сейчас мы рассмотрим первый вариант – это с подшагом к сопернику движение ног вперед в боевую стойку. Выставляем удар гиакуцки в корпус, то же самое можно сделать в голову. Второй элемент, который сегодня мы рассмотрим – это удар хизамецки, удар выполняется с передней руки. И то же самое – боевая стойка камай. И так же он выполняется, как и от защиты, так же и как и в наступлении. Можно сделать подшаг и ударить. То же самое, как и в защите на месте – удар на месте с блокирующей рукой. Примерно выглядит так. Раз, два. Ну, сегодня мы рассмотрели основные базовые элементы в карате, которые можно повторять и выполнять где-то дома для начинающих. С вами был Александр Алиев. До новых встреч. До свидания. Усс. Видеть смешное в серьезном – редкий дар, позволяющий позитивно относиться как к успехам, так и к разочарованиям. А если у вас хорошее настроение, то, как ни странно, все получается. Вам обязательно поднимет настроение наша рубрика «Тайм-аут». Смотрите далее. «Тайм-аут». «Тайм-аут». Время нашей программы, увы, подошло к концу. Следующие семь дней обещают быть еще ярче. Это была программа «Спортлайф». До встречи. Будьте здоровы, занимайтесь спортом. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА